Привет, с вами Диана Суворова. Сегодня будет видео про организацию хранения косметики и организацию моего рабочего места дома. Недавно я снимала видео, где я показывала вам свою студию, где я работаю, где я снимаю видео и где я храню в основном всю свою коллекцию косметики. Вдруг вы пропустили это видео у меня на канале, оно будет или внизу под этим видео, или вот здесь вот будет по ссылочке. Ну а если вы впервые на моем канале, добро пожаловать. Давайте знакомиться. Сегодня видео как раз такое немножко личного характера. Подписывайтесь, потому что в основном я снимаю видео про бюджетную косметику, про люкс, про тест-драйвы, про новинки. Так что оставайтесь. Давайте я вам покажу, как тут у меня все устроено. Я сейчас дома. Мое рабочее место обустроено в спальне, потому что только здесь есть место, где я могу работать, сидеть, монтировать видео. Обычно я их монтирую по вечерам, чтобы утром они выходили. В основном за этим рабочим местом я еще и крашусь и храню немного косметики. Потому что в основном, конечно, вся косметика у меня хранится в студии. Здесь у меня, скажем так, такой минимум. Есть какие-то новинки, которые я пробую, тестирую. Здесь много ухода. Так что если вам интересно про уход, тоже все покажу. Ну и, конечно же, покажу, что и как, где что покупала, если вдруг вам интересно, как все обустроить у себя, например. Так что давайте все пока, все покажу. В основном, конечно, сегодня я буду за кадром вещать. Ну, как бы, так, мне кажется, будет удобнее вам все показывать. Начну я, наверное, с самого стола. Это стандартные икеевские столы, которые очень хорошо подходят, во-первых, для хранения косметики, для хранения бумаг и вообще для канцелярии. Если вам нужен хороший, письменный, удобный стол, то вот эта серия Alex очень классная. Здесь можно хранить очень много чего. Это просто две тумбы. На них сверху лежит столешница. Ее можно купить абсолютно любую. Она немножечко широковата. Как мне кажется, немножко с нависанием. Можно взять 60 сантиметров вот эту столешницу и нависания не будет. Потому что, например, вот верхний ящик этого комода, я, если открываю, то мне плохо уже видно, что там лежит. Поэтому я уже себя в студии покупала уже столешницу 60 сантиметров и 2 метра в ширину. Вот. Но здесь у меня чуть-чуть короче, чуть-чуть шире. Но, в принципе, мне это удобно, потому что на саму столешницу помещается очень много всего. То есть здесь можно разложиться по полной все, выложить все, что нужно. Поэтому это крайне удобно, что она вот именно широкая. Но не всем это нужно. Мне это очень удобно. Также еще хочу сказать про... Вот там вот вы видите компьютер стоит. И раньше его не было. Был лэптоп, который я закрывала и открывала. Но это неудобно для монтажа. Потому что на большом экране и стационарный компьютер все лучше видно. И здесь у меня зеркало Юск. Раньше, когда не было монитора, я в него красилась очень хорошо. Я просто в него смотрелась. Это зеркало из Юска. А вот эти лампы, вот эти, они из Икеи. И они очень классные для гримерных зеркал, для организации именно гримерных студий или домашних студий. Очень классные, они дают освещение. Их надо расположить или вот так по бокам, или можно еще сверху. И у вас будет прекрасное освещение для макияжа. Об этом я сниму как-нибудь отдельное видео про то, какой свет лучше всего выбрать для этих целей. В общем, когда я крашусь, я его включаю. Вот там вот я вывела выключатель под вот эти лампы. Они очень классные, яркие. И накраситься я могу в любое время суток. Хоть за окном темно, хоть светло. Мне естественный свет для этого не нужен. Это вот очень круто. Так, ну что же, давайте перейдем теперь. А что же лежит у меня на столешнице? Под рукой вот все, что мне нужно. Начну, наверное, вот с этого левого угла. Я, наверное, начну вот с этих кистей. Здесь у меня стоит вот такой вот подносик. Я его покупала в батлерсе. Он зеркальный. И на нем очень красиво можно выставить все, что вам нужно. Вообще, я поняла, если вы хотите красивую организацию рабочего стола, письменного стола, ну или вообще, чтобы все хорошо смотрелось, купите подносик. И все, что стоит на подносике, будет выглядеть намного аккуратнее. Вот, поэтому свои кисти я сложила вот на такой поднос из батлерс. Не знаю, продается ли он еще. Но, в общем, у меня он довольно давно. Здесь у меня лежат две пудры. Одна Fenty Beauty, другая Meteority Guerlain. И дальше у меня всевозможные вот такие вот кашпо для хранения кистей. Ну, я их для кистей. Например, вот эта у меня из Эпицентра. Стоила она гривен 40. Очень похожа на икеевскую, но это не икеевская. А продается у нас в Эпицентре. Она пластмассовая. Очень классно выглядит и стоит недорого. Это кашпо, кстати, для цветов, поэтому ищите вот эту штуку в отделе для цветов. Так, что у меня еще? Вот это вот икеевская. По-моему, это подсвечник икеевский. Наверняка еще продается. Дальше у меня есть вот такие вот кашпо. Вернее, это не кашпо, по-моему, это тоже подсвечник. Или какой-то стакан. Очень тяжелый, красивый нашла в каком-то магазине. Здесь у меня канцелярия. Тоже, по-моему, в подсвечнике. Поэтому подсвечники я очень люблю. И часто в них что-то храню. Дальше. Вот на таком подносике. Он уже довольно заюзанный. Я обычно ставлю свои чашки с горячим кофе или чаем. Так, я пока что, наверное, отодвину вот этот подносик. И покажу вам поближе вот этот ящик. Это мои сокровища, так сказать. Это бокс от Stuckers. Это бренд, который производит боксы для украшений. И здесь я в основном храню свои украшения. Здесь у меня в основном серебряные украшения. Много очень пандоры. Много APM Monaco. Кое-что Tiffany. Ну, в общем, это все. Практически все. Бижутерия. Серебро. Золото я практически не ношу. Здесь в основном серебряные украшения. И чем классен этот принцип у Stuckers, вы можете себе вот эти подносики докупать. И если ваша коллекция пополняется, то вот так вот друг на друга складировать и пополнять. Здесь у меня вот тоже все мои цепочки лежат. Но это, я думаю, тема для отдельного видео украшения. Потому что у меня их немало. И я их очень люблю. И они у меня все вот так вот классно организованно лежат. Очень красивые цветочки у меня еще остались с дня рождения. До сих пор стоят. Так, наверное, покажу вам еще один подносик. Вот такой вот, не знаю, это акриловый контейнер. В который в основном я складываю всякую мелочушку. Так, что у меня здесь? Новая помада Guerlain. Смотрите, какой красивый футляр для красоты. У меня тут пока что лежит. Дальше в подносе масло для кутикулы. Мой первый аромат, который у меня появился от Jamalun. Спасибо Sephora, которая прислала мне его в подарок. Он называется Wood Sage and Sea Salt. Очень классный. Реально мой первый. Я им очень довольна. Дальше. Средство Dr. Jart. Вот такое. Пока еще не поняла. Его очень легкое. Хорошо, что есть SPF. Нанес как бы и эту проблему закрыл. Дальше. Маленькая Aqua Allegoria. Дальше я вам покажу свой любимый аромат от Aqua Allegoria. Это Guerlain. Тональный крем, которым я сейчас пользуюсь очень-очень часто. Так, сейчас я посмотрю, он в фокусе или не в фокусе. Это Make Up For Every Boot. Тоже очень легкий. И здесь у меня помады, которые я недавно заказала. Это помады от Натали Шик. Обалденные цвета. Еще пока что их нигде не показывала. Florence. Обалденный инстаграммный цвет. К нему же карандаш. Это карандаш от NYX. Поправлять там что-то, если нужно. И еще несколько карандашей от Шик. Но вот это Florence. Оттенок просто невероятный. Часто бывает на столе, конечно, беспорядок. Но вот такие вот органайзеры помогают хранить все так, как надо. Чтобы ничего, знаете, не валялось. А все было организовано. Поэтому имейте это в виду. Это коробочка от Jomalon пока что осталась. Она пустая. Не знаю, очень красивая. Не хочется ее выбрасывать. Поэтому пока что тут у меня украшает стол. Дальше. Мои диски одноразовые. Я уже говорила. Вернии, одноразовые. Многоразовые. Я уже говорила, что очень мало сейчас пользуюсь ватными дисками. Всю косметику смываю вот такими. Я их стираю и потом складываю вот на такой тоже подносик. Здесь у меня украшения, которые я вот сейчас ношу. Часто у меня на столе лежит какая-то косметика, которую я в данный момент пробую, пользуюсь довольно часто. Вот, например, палетка хайлайтеров. Недавно у меня было видео, где я делаю обзор этого трио хайлайтеров от Too Faced. Очень красиво тоже на столе может стоять. По правую сторону моего рабочего стола я храню в основном уходовую косметику. Вот в таком вот деревянном контейнере. Также недавно на Алиэкспрессе я получила вот такой контейнер. Очень прикольно выглядит, кстати. Оставлю вам ссылку. Это тоже для хранения, в принципе, чего угодно. Но мне кажется, для хранения косметики подойдет. Классная эта штука тем, что вот это зеркало сверху, оно снимается. Также оно включается, и в него можно круто накраситься. Оно прям вообще вынимается оттуда. И выглядит довольно круто. Внутри можно хранить все, что угодно. Но смотрите, я храню тут пока что свои старые телефоны, которые я нашла абсолютно недавно у себя в своих каких-то закромах. И решила пока им найти место вот здесь. Ну ладно, покажу вам все свои Nokia, которые у меня были. Вообще Nokia Forever, как вы уже поняли, я очень их любила. Теперь они у меня хранятся здесь. Не знаю зачем, я скорее всего это просто уберу. Использую вот это зеркало для макияжа, когда крашусь, если надо что-то близко посмотреть. У меня здесь лежат палетки, которыми я довольно часто просто крашусь дома. Палетка Colourpop Blush Crush. Обалденно просто красивая. В розовой такой вот теплой гамме. Так, мне Coconut нравится, но она в студии. И вот эта мне тоже нравится. Здесь еще палетка Makeup Revolution тоже. С разными такими оттенками. Моя любимая Born This Way To Face. Тоже пока что пользуюсь довольно часто. И вот такая моя любимица. Просто обожаю ее для повседневных каких-то макияжей. В коричнево-нейтральной нюдовой гамме. Colourpop. Просто супер. Она у меня прямо так вот сверху и лежит. Потому что часто-часто у меня в использовании. Ну и давайте посмотрим, что находится у меня вот в этом боксе. Здесь в основном уход. Но не весь. То, что уход еще есть в тумбочках. Такой вот деревянный контейнер. Я его купила в магазине, где делаются всякие изделия из дерева. Он раньше у нас тут был на соседней улице, но куда-то съехал. Называется Woodville, по-моему. В общем, это классная штука, потому что можно взять, перенести, вытереть пыль, если нужно. Очень удобно. И опять же, я приверженец хранения всех вещей, которые мне нужны в каких-то коробочках, контейнерах, чтобы все было организовано. Мне так кажется удобно. Так, ну давайте посмотрим поближе, что у меня здесь интересно. Во-первых, повязка, которую я надеваю, если мне нужно делать вечерний уход за лицом. Потому что в основном здесь я делаю утренний уход и вечерний. Я смываю макияж и наношу уход утром и вечером. В основном я смываю дисками, которые я вам показывала. Использую мицеллярную воду. Это такой первый этап у меня очищения. Если нужно все смыть или поменять макияж, то я использую мицеллярку. Последнее время мне нравится вот эта двухфаска. Она без запаха и очень хорошо все смывает. Вот это мне понравилось. Также у меня много мицеллярок и других. Вот тут у меня виши. Несколько вариантов. Заканчивается лосьон от Origins. Очень мне понравился. Mega Mushroom серия называется. Fix Plus. Это мак. Здесь есть даже спрей для волос. Это, по-моему, лак. Санитайзер, конечно же. И не один. У меня здесь их даже два. Вот такой вот тоже большой стоит на столе. Это дезодорант Беледа органический. Который убирает только запах, но не пот. А еще один. Нет, это тот же санитайзер. Здесь у меня уход вот такой в миниатюрках от Sephora. Я недавно получила свой заказ через посредника. И, как всегда, Sephora кладет много всяких миниатюрочек, которые можно использовать в дороге. Крем для рук. Это, по-моему, у меня какой-то BB крем такой прикольный. Тоже очень легкий. Вот я говорила про мой любимый парфюм. Это Аква Олегория. Флора Чориза. Обалденный аромат на весну, на лето. Боже, какой он приятный. Просто наслаждение. Обожаю его. Еще один санитайзер для рук или для приборов. Если нужно обработать, например, что-то для маникюра или, например, вот обработать лопатку для того, чтобы очистить поры. Недавно я показывала на канале, как я ей пользуюсь. Люблю ее. Крем матирующий от Kenzoki. Термальная вода Виши. Еще один крем для рук. Масла для волос. Moroccan Oil. Bumble and Bumble. Тоже какая-то миниатюрка, которая досталась от Sephora. Целлярная вода в таком вот формате, чтобы путешествовать. Аромат, который мне нравится. Passiflora от Aqualigure. Вообще у меня какая-то любовь, наверное, к ароматам Guerlain. Miracle от Lancome. Еще один классный аромат. Императрица Дольчика Бана. Тоник. Ну, такой просто увлажняющий тоник от Lianesh. И очень классный тоник с гликолевой кислотой. 7% от The Ordinary. Вот, пользуюсь. Ну, не очень часто. Примерно, ну, раз в неделю, может, даже реже. Давайте откроем первый ящик. И вот о чем я говорила. Видите, есть нависание столешницы. И я не вижу, что у меня вот там вот сзади. Поэтому тут надо уже выбирать или покороче столешницу, или чуть длиннее. Но зато много рабочего пространства, много чего поместится. Так, вот эти органайзеры. Они, по-моему, тоже из эпицентра в отделе, где продается все для организации хранения для кухни. По-моему, это оттуда. Они не совсем как бы влезают так, как надо. Но тоже можно как-то все хранить. Что у меня здесь хранится? Однушечки теней. Здесь какие-то уже старенькие у меня лореали. Не могу сказать, что я прям всем этим пользуюсь. Скорее всего, надо это все перебирать. Но пока что оставлю. Чем-то я тут пользуюсь. Но не всем, конечно же. Лежат у меня здесь какие-то реснички, которые я использую. Так, вот это тоже отсюда. Есть у меня здесь старая моя палеточка, любимая от Ardeco. Какая же красивая. Я ее очень любила. В принципе, люблю вот этот цвет, где уже дырочка прям затерт. Очень красиво смотрится на веки. Хорошая палетка. Сама ее собирала. Общие тени Ardeco классные. Здесь у меня тоже Z-Pellet. Не знаю, что здесь такое хранится. По-моему, это тени от Anastasia. Какие-то они уже старенькие. Не пользуюсь. Здесь тоже как-то двушка такая от MAC. Мало чем пользуюсь. Вот эти тени, кстати, я использую. Это Armani. Вот такая вот красивая палетка в коричнево-шоколадной гамме. Как вы уже поняли, моя любимая. Naked, которую я уже сто лет не использовала. А с дырочками тоже уже. Чаще всего я пользуюсь вот этим ящиком. Чаще всего я его открываю. Здесь у меня, кстати, органайзер из Икеи. Тоже с кухонного отдела. Который как-то так вроде сюда хорошо поместился. Что-то тут даже недавно разбирала. Ну, что у меня здесь лежит? Отдел с тушами всякими. Вот база по тени. Тут еще одна база по тени. Это классный объем дает. Вот эту. Я обожаю черную и водостойкую. Тоже очень люблю. Так что у меня здесь еще переходник на американскую розетку. Каплив для глаз. Вот этот отдел очень у меня любимый. Часто используемый. Так, это туши, которые вот отсюда. Любимые всякие карандашки для бровей. Вот этот я обожаю от NYX. Здесь у меня лайнеры. Вот, например, тоже такой вот глиттерный. Хотя, в принципе, зачем мне дома, я не знаю. Часто пользуюсь вот, например, такими карандашками из Sephora. Они просто вот раз-два мазнул по глазу и уже макияж готов. Здесь у меня еще подводки. Так, тушь идет сюда. Это средство для бровей. Мне очень нравится от Givenchy. Так, это еще одна тушь. Клей для ресниц. Лайнер. Обожаю вот этот лайнер от NYX. Epic Liner. Конечно же, щипчики для бровей. Так, что у меня здесь еще? Еще одна тушь новенькая от MAC. Это у меня, по-моему, это тоже гель для бровей от NYX. В общем, здесь карандаши, брови. И, в общем, все такое нужное, скажем так. Так, вот в этом ящике у меня пигменты мои. Немножечко их взяла. Вот этот Blue Brown от NYX, знаменитый. Вернее, от MAC. И от NYX тоже красивый, очень пигмент. Очень я люблю вот эти тени однушка. Это Urban Decay. По-моему, называется он с... Не знаю, откуда. Трудно произнести мое название. Но это обалденный Sparkle. Очень красивый. Который переливается из голубого в какой-то вообще непонятный фиолетовый. Когда я наношу эти тени... Сейчас вот сделаю вам свочные, наверное, на пальцы. Когда я наношу эти тени, они очень красиво переливаются. И все всегда спрашивают, что за тени. Вот мой секретный ответ. Так, что у меня здесь еще? Color Tattoo, конечно же. Точилки. Еще одни капли. Крем для рук. Что это он тут делает? Надо его переложить. В общем, все для глаз. Вот этот у меня отсек. Такое все для глаз. Кстати, вот этот очень красивый карандаш для глаз от Maybelline. Вот его на слизистую и красиво можно наносить. Классно. Так, здесь у меня ящик уже немножечко пошире и поглубже. Мой, скажем так, любимый ящик. Потому что я отсюда беру весь свой уход. Которым пользуюсь ежедневно. То есть это мой самый открываемый ящик. Потому что уход я делаю утром, вечером. И все делаю вот здесь. Все свои средства я беру отсюда. Они у меня не хранятся в ванне. Как-то я так вот привыкла, что уход у меня не в ванне, а именно на рабочем столе. Давайте покажу, что здесь есть. Что мне нравится. Чем я пользуюсь на постоянной основе. Начну, наверное, не знаю, может быть начать с каких-то тоников. Но тоников здесь немного. Вот только один от бренда Crave. Это тоже гликолиевый тоник. По-моему, да. Он кислотный, во всяком случае. Тоже очень хорошо работает. Я купила весь уход от Crave. И мне он очень нравится. Это бренд, который основала девушка-блогер. С корейского происхождения. Она живет в Америке. Бренд сложно достать. Я через посредника заказывала. Но мне очень нравится их уход. Он такой, знаете, ну не знаю. Мне их философия нравится. Они не выпускают миллион, миллиард каких-то новинок. У них есть базовый уход. И они вообще за то, чтобы меньше покупать, меньше производить, находить то, что нравится и пользоваться на постоянной основе. В общем, это у меня тоник. У меня есть, конечно же, и весь другой уход. Это сыворотка. Также к ней идет вот такой вот крем. Очень классный уход. Мне нравится и философия бренда, и то, как средства себя ведут. Какие у них вот ощущения, запахи, текстуры. Мне очень нравится. Так что буду покупать еще. Много всяких кремов. Давайте, наверное, их и разберем. Так, вот это не крем. Это очень классная гликолиевая тыквенная маска от Андалу. Недавно я ее тестировала, показывала видео. Обалденная маска Сайхерп, которая реально работает. И от Андалу у меня тоже есть еще и другой уход. Например, вот эти сыворотки и крем с витамином С. С витамином С у меня еще есть и сыворотка от Глоу Ресепи. Она очень красиво выглядит, но не очень приятно пахнет тухлым ананасом. Но, тем не менее, хорошо работает. Тоже осветляет кожу, выравнивает. На утро лицо очень красивое и свежее. Особенно, если я использую к ней еще и банановый крем, который вообще нифига не пахнет бананом. Но я не знаю, что случилось с Глоу Ресепи. Я обожаю этот бренд. Но вот в последнее время как-то у них продукты мне не нравятся. Хотя, хотя, вот это вот средство от Глоу Ресепи я очень люблю. Это арбузная эмульсия такая или арбузный легкий увлажняющий крем. Мне нравится. Так, что у меня здесь еще? Вот этот обалденный крем. Я его часто использую или самостоятельно, или в паре с какой-то сывороткой. Это бренд First Aid Beauty. Слушайте, это такая интересная штука. Посмотрите, он выглядит как, не знаю, как воздушная какая-то вот пенка. И даже вот имеет текстуру пенки. Как мне он нравится. Текстура как облачко. Одна сыворотка, которая успокаивает кожу от Beauty Insider. От них же есть еще и гидрофильное масло, которое я пока что не переместила к себе в ванную комнату. Нужно. Наверное, туда оно и отправится. Для умывания у меня, конечно же, есть еще мои любимые щеточки. Но эти щеточки пока что лежат здесь, так как новенькая у меня в ванной. А эти я использую, если куда-то еду. Увлажняющий крем, который любят все визажисты. Это Bobby Brown. Отлично подходит в качестве базы под макияж. Так что имейте в виду. Кожу выравнивает, разглаживает. Супер. Классный SPF от Etude House. Очень легкий, невесомый. Можно наносить, конечно же, под тональный крем. И он невидимый. И SPF 50. Еще сыворотка от The Ordinary Buffet. Мне она, кстати, нравится. Вот уже у меня чуть-чуть осталось совсем. Так, капли для глаз. Бренд Belief. Это у меня, это не миниатюрка, это крем для кожи вокруг глаз. Крем для глаз. Наверное, единственный, который у меня есть, потому что я их сейчас почти не покупаю. Это Origins. Он очень классно выглядит под глазами. Нравится, как он высветляет и освежает. Миниатюрка Тачи крема. Потому что здесь у меня лежит большая банка этого крема, которая пока что запечатанная. Такой вот бренд. Это Use to the People. Бренд довольно дорогой. Продается в Сифоре. Покупала в Америке. Пока что тоже ждет своей очереди, когда закончу предыдущий уход. Здесь крем и сыворотка. Умывалка. У меня в ванной. Одна из самых любимых. Какой-то уход, видимо, не выдержал и решил у меня пролиться вот прямо сюда. Так, это у меня какие-то миниатюрки, которые уже, по-моему, пустые. Их нужно выкинуть. Моя любимая маска ночная для губ. Это просто супер спасение. Еще один классный крем, который пахнет апельсиновыми корочками. Это Дженсинг от Origins. Всевозможные тоже миниатюрки. Здесь у меня еще один, кстати, крем для глаз от Benton. Это тоже миниатюрка Сифоры. Миниатюрка смывки, которую я беру обычно с собой куда-то. Очень-очень классная вот эта эссенция от Benton. Ферментированная, которая просто делает какие-то чудеса на коже. Очень мне нравится, как работает. И еще одна сыворотка. Это, кстати, уже пустая баночка от Origins. Тут вместе с вами, как покопаюсь, вот там вот из недр выгребло еще уход, который на самом деле тоже мне не очень удобно доставать. И, ох, сколько же здесь всего. Нужно, наверное, перебрать это все. И, конечно же, выкинуть, что тут уже испортилось. Классная пузырчатая маска от бренда Umpan. Айхер покупала, классно работает. Так, вот этот крем мне не очень понравился от Васса. Он настолько какой-то тяжелый. Мне показалось, что лучше всего подходит для зимы. Еще одна сыворотка Benton, которая закончилась. Здесь, представляете, лежат пустые баночки. А я даже и не знаю об этом. Вот это очень классное средство от Mizon. Не знаю, почему оно у меня в коробочке. Это средство, которое убирает прыщики. Нужно ватную палочку опустить вот сюда вот до самого низа. И приложить на прыщ. Вот эта штука очень хорошо работает. Мне нравится. Так, вот ящика с уходом. Переходим к ящику. Здесь у меня все для губ. Такой же органайзер из Икеи, как и в ящике все для глаз. Здесь у меня в основном продукты для губ. Мой любимый карандаш Lamelle в 0.7 оттенке. Здесь у меня еще и Lilo. Есть карандаши от Makeup Revolution, по-моему. Но не все они мне здесь нравятся. Вот этот карандаш классный. От Sephora. Блески, бальзамчики. Мои самые ходовые бальзамы для губ. Вот, например, такой. Pure Pau Pau. Наношу его на ночь. Еще мне нравится вот такой от Erborian. Кармексы у меня, конечно же, здесь есть. Ну и какие-то помады, которыми я часто пользуюсь. Например, вот такая вот Colourpop, увлажняющая в виде карандаша. Вот это мне нравится. Patricio Lido в оттенке 0.3. Очень красиво смотрится. Что у меня здесь еще? Есть скрабы для губ. Вот этот от Estee Lauder. Любимая помада Candyman. Шоколадная. Вот эти помады я очень любила раньше, но как-то вот отошла от них. Мне кажется, они уже испортились. Это Sensation Cosmetics. Затесался консилер у меня. Надо его переложить. Еще один классный бальзам от Estee Lauder. Так, что у меня здесь еще? Есть вот, например, тинт винный от Labiot. Помада Super Stay Matte Ink. По-моему, она еще даже новенькая. Не открывала. Здесь у меня спонжики лежат. Тоже карандаш для губ. Блески. Вот тут у меня парочку есть от Lamelle. Таких ходовых оттенков. Следующий довольно мой сильно используемый ящик. Это ящик с продуктами для лица, тональные основы, консилеры, пудры, контуринг, румяна. Ну, в общем, все, что связано с лицом. Здесь у меня вот такой вот акриловый органайзер. Он из Икеи. Мне кажется, он отлично подходит для того, чтобы держать его на столе. Ну, я поместила его в ящик. Он сюда хорошо поместился. Но не самое удобное как бы решение. Но, тем не менее, организация все-таки какая-то есть. Здесь у меня хранятся вот консилеры, которыми я пользуюсь там на постоянной основе. Например, вот такой YSL, Givenchy, новенький, лежит неоткрытый, Giorgio Armani. Здесь у меня есть, например, вот такие стики. Это хайлайтеры от... Здесь у меня NYX и Colourpop. Еще консилеры. Вот этот мне нравится. Вот такой вот Maybelline. Есть у меня контуринг от... По-моему, это какой-то корейский. Опью. И здесь у меня почему-то лежит зубная щетка. И если открыть этот ящик, то давайте тоже посмотрим, что в нем есть. Пудра. Вот такая вот красивая лимитка от Givenchy. Контуринг кремовый. Это у меня Makeup Obsession. Вот этим средством, кстати, давно не пользовалась. Метеориты. Классный тональный Forever. Это матовая версия, хотя мне больше нравится версия Glow. Так, мой любимый BB крем от Holika Holika. Тоже часто им пользуюсь. Еще один консилер. И здесь у меня еще вот такой вот Makeup Forever контуринг палетка. Мое любимое средство для контурирования. Такой, знаете, натуральный контуринг дает. Это Charlotte Tilbury. Двушечка. Моя любимая пудра, которую я часто беру с собой куда-то в сумочку. Это Makeup Forever. Средство для контурирования. Здесь у меня NYX 3. Это Manly Pro. Уже затертая. И хотел вам показать один раритетик. Не знаю, помнит ли кто-то из вас. Вот этот хайлайтер. Камелия от Chanel. Посмотрите, какой же он красивый вообще. Такой же он красивый лежит у меня здесь. Так, тональная основа. Здесь у меня Benefit. Уже немножко, наверное, испортившийся. Luminous Silk. Milani Luminosa. Приятно сейчас с вами, конечно, перебирать всю косметику. Lancome. Это стик. Очень удобно, кстати, им пользоваться. Надо его куда-то пристроить. Вот сюда. Дальше. Пудра Fit Me. Это румяна. Тоже от Maybelline. Классный, кстати, оттенок. Сороковый. Очень красивый. Ой, это прям срочно нужно выкинуть. Скульптор. Не знаю, по-моему, ему года три уже. Тоже затертый такой. Или, может быть, оставить для рубрики, где все затертое. Еще очень интересный, такой знаковый, знаменитый продукт. Это терракота от Guerlain. Бронзер. Он у меня в таком вот чехольчике. Смотрите. Когда-то это было, мне кажется, 3-4 назад. Приятно пахнет. Такие с ним связаны воспоминания. Еще один хайлайтер от MAC. Редко им пользуюсь. Он какой-то морозный. Вот это, кстати, очень классное средство. Вот Урьяж. В нем должна быть уже прям дырочка тоже. Часто пользуюсь. Это крем-пудра с SPF. Обалденное средство, когда нужно сделать и макияж, и защиту от солнца. Просто обожаю. Так, здесь у меня тоже стик-контуринг любимый от Maybelline. Не знаю, продается сейчас такое или нет. Когда-то очень любила. Очень старое средство. Пора уже выкидывать. Это Lancome. Lancome тоже румяна. Суфле. Пудра Aura Glass. Dim Light. Очень тоже классная. Слушайте, как классно тут с вами запасы разбирать свои. Прям даже вспоминаю, что у меня тут есть. Обожаю эту пудру от Kika. Здесь тоже, как вы видите, средство с дырочкой. Это видео можно точно называть. Средство с затертой до дыр. Вот то, чем реально очень много пользуюсь. Так, строп-крем от MAC. Это Smashbox Photo Finish. Пробничек. Это у нас Cover FX. Такие вот капли хайлайтерные. Так, а это что у нас? А, это палетка теней. Ей, кстати, не сюда. Резиночки, конечно, нужно. Почему-то здесь написано Лиза. Лиза, ты не знаешь, почему здесь у меня стикер, на котором написано Лиза. Надеюсь, что видео было интересно. В любом случае, для меня оно было полезно. Потому что сейчас я еще и поразбираю все свои ящички. Повыкидываю, что испортилось и что закончилось. И если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Буду рада вам ответить. А мы очень скоро увидимся в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok